Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Казанский университет встретил огонь универсиады. Как изменится поликлиника университетской клиники? Ректор КФУ Ильшат Гафуров и проректор по внешним связям Ленар Латыпов в составе делегации Российской Федерации принял участие в образовательном форуме в Париже. Главной темой стало обсуждение образовательных инициатив Экспо-2025. В рамках мероприятия Ильшат Гафуров провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым и ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. 9 ноября Казанский федеральный университет встретил огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Церемония встречи огня прошла в холле главного корпуса КФУ. Об этом наш следующий сюжет. Эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019 дошла до Казани, где ее встретили в главном здании КФУ. Из города в город огонь универсиады путешествует в специальной транспортной колбе для хранения и транспортировки материнского огня, зажженного в Турине, в сопровождении хранителя огня. На встрече присутствовал первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. Эстафета огня, которая пройдет по всей нашей стране, сегодня пришла в Казань. И она сразу в первую очередь вошла в Казанский университет. Это символично, я уже сказал, потому что университет студентский спорт. Это то, что спорт университета, университетский, а у нас в университете спортивные достижения и спортивная работа поставлена на очень высокий уровень. 10 ноября огонь по улицам столицы Татарстана пронесут 25 факелоносцев, которые пробегут мимо известных достопримечательностей. На финише будет присутствовать президент республики Татарстан, губернатор Красноярского края. Но огонь самой эстафеты понесут факелоносцы, которые выбраны из числа жителей города Казани. На наш взгляд, на наш взгляд организаторов этого мероприятия, мне кажется, было самым главным предоставить право принести огонь именно жителям того города, на территории которого мы проводим мероприятие. Завершится эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске и уже на следующий день, 2 марта, начнется церемония торжественного открытия 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года. Денис Панкратов, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет имеет свои медицинские учреждения. Какие нововведения предлагает поликлиника университетской клиники КФУ? Об этом вы узнаете в нашем сюжете. Поликлиника университетской клиники КФУ претерпела реконструкцию, а именно. Новые организационные решения позволят посетителям получить медицинские услуги на более качественном уровне. На сегодняшний день около 40 тысяч жителей уже прикреплено к поликлинике. Участковая помощь организована на 21 участке. Особенно в клинике гордятся таким нововведением, как увеличение производительности утреннего забора крови и других анализов. Сдача биоматериала разделена на 4 пункта. В среднем около 200 человек проходят через кабинет специалистов с 7 до 9 утра. За мной находится основная изюминка нашего центра рентгеновских методов диагностики. Это 128-срезовый компьютерный томограф. Очень производительная машина, которая позволяет нам сделать в кратчайшие сроки, практически в течение нескольких секунд, полное трехмерное изображение любого интересующего у нас участка тела человека. Работают новые центры. Луч, где производится полный комплекс рентгеновской диагностики, включая компьютерную томографию, что является довольно редким явлением для территориальных поликлиник, и Эндос, который позволит провести работу среди населения по профилактике развития злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Здесь работают три врача-эндоскописта. В своей работе используем высокоточное современное дископическое оборудование. Приоритетом нашей деятельности является, в первую очередь, безопасность пациента, как инструментальная, так и эпидемиологическая, и весь упор на высокоточную диагностику. Изучив киоск самоконтроля, посетители могут увидеть угрожающие жизни заболевания и в случае необходимости разъяснения получить консультацию от медицинского работника. Это тоже новая идея, которая прошла после того, как мы проанализировали основные проблемы в борьбе с теми вызовами, которые стоят перед участковой сетью. Мы помогаем сегодня сориентироваться на киосках самоконтроля пациентам, пришедшим в поликлинику. Кроме того, в зонах ожидания установлены мониторы электронной очереди, где люди могут отслеживать движение своего идентификационного номера. После ремонта вообще очень все красиво, нарядно. И самое главное, то, что будет облегчение с этими, с экранами, что люди не будут толпиться, друг друга толкать. Валерия Муратова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете нашли новый способ оценки загрязнения воды. Этот способ позволит оценить качество дистанционно. Подробнее в следующем сюжете. Ученый Казанского федерального университета Айрат Хамзин разработал теорию, позволяющую определять уровень загрязнения льда. Исследование опубликовано в журнале Королевского химического общества «Физическая химия – химическая физика». Свойства воды в жидкой и твердой фазах до конца не изучены. Вода имеет аномальные свойства. Лед состоит из молекул воды, которые скреплены между собой водородными связями. И именно наличие этой водородной связи определяет очень многие аномальные свойства как воды в жидком состоянии, так и воды в твердой фазе леда. Лед, помещенный в электромагнитное поле, поляризуется. В нем под воздействием поля происходят процессы смещения или перемещения электрических зарядов. После выключения внешнего поля начинается диэлектрическая релаксация. Постепенное уменьшение поляризации диэлектрика. Работа ученого КФУ позволит определять уровень загрязнений дистанционно. На основе этих результатов, в принципе, можно попробовать как-то реализовать так называемые бесконтактные методы регистрации, что ли, чистоты, значит, льда. Да, потому что диэлектрический метод можно применять в качестве дистанционного зондирования. То есть направлять электромагнитное излучение, то есть большие расстояния на пройдет. И потом, обратно получая отклик, это в виде электромагнитного регистрируется в тонную энергию. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. В КФУ наградили участников конкурса «Мой Татарстан». По каким направлениям создавались творческие работы и об остальных подробностях мероприятия в нашем сюжете. В Институте филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета состоялось награждение призеров республиканского конкурса «Работ мой Татарстан». Из работ 600 участников конкурса было отобрано 100 лучших. Творения участников были объединены в выставку, которая открылась перед мероприятием. Участники награждались по номинациям «Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография» и «Творческое эссе». Моя работа называется «Взгляд на будущее». Я представила вид на наш стадион «Казань-Ирена». Участвую в этом конкурсе, потому что, во-первых, это мой первый конкурс. И я очень рада, что вообще была такая возможность поучаствовать в нем. Я представила мою работу, потому что я захотела попробовать, попробовать свои силы, и я думаю, у меня получилось. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Порой в нашей повседневной жизни мы не замечаем, как нас могут тамбануть в магазине или банке. Студенты КФУ приняли участие в квесте «Финансовая грамотность». А как проходил квест, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. 8 ноября студенты Казанского федерального университета и Казанского авиационного университета приняли участие в квесте «Финансовый навигатор» в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации в содействии повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации. Образовательное мероприятие провела компания «Квест-игра» – экономический факультет МГУ и школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Цель квеста – дать студентам знания и навыки финансовых операций от выбора продуктов в магазинах, отвечающих требованиям ГОСТа, до получения налогового вычета и оформления кредитов, а также творческое задание, например, помочь иностранцу получить НИЛС и устроиться на работу. «Мы занимаемся квестами с точки зрения получения таких практических навыков, но плюс к этому у нас еще большой факультетский проект. Мы обучаем преподавателей вузов для того, чтобы преподаватели в свою очередь учили студентов, прежде всего, не экономистов, а именно основам экономической культуры, финансовой грамотности». Примечательно, что мероприятие проводилось для студентов не экономистов. Первое и третье место заняли студенты Казанского федерального университета. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!